В минувшие выходные на водозаборном узле центра образования горки произошла авария. Из строя вышел электродвигатель, вследствие чего несколько зданий, в том числе и жилых, находящихся на территории данного учреждения, остались без воды. Вызвать районную ремонтную бригаду, чтобы устранить проблему, не было возможности, так как объект принадлежит федеральным властям. Значит, это Министерство образования Российской Федерации, школа памяти Ленина. Вот на территории которой находится этот водозаборный узел. Всё это ведомственное. По словам Сергея Фролова, такого устаревшего оборудования в ведении Видновского производственно-технического объединения городское хозяйство уже нет. Да и территория образовательного центра тоже находится в запущенном состоянии. Однако, чем смогли, помогли. Районными властями была доставлена цистерна с питьевой водой для жителей. В беседе с ними оказалось, что проблем здесь хватает. Был ураган, произошла какая-то там проблема, оборвался провод. Он здесь висел у нас буквально, не знаю, месяца три. Потом его закрутили, убрали куда-то. В принципе, вот видно, что они ещё висят, вот эти обрубки. Света нет вообще по всему периметру. Мы здесь ходить боимся. Даже здесь в последние четыре месяца нет света. Вы понимаете, вот видите, стоят столбы. Они все не горят. Все не горят. Здесь темно. Свет только идёт от наших парадных и всё. Перебои с освещением, мусор во дворах, отсутствие пешеходных дорожек. Всё это вынуждены терпеть местные жители из-за того, что хозяин этой земли, Центр образования Горки, не следит за ней. На протяжении многих лет администрация поселения помогала, чем могла. Естественно, это были не бюджетные средства, а по просьбам различные благотворители пытались что-то здесь ремонтировать, наводить какой-то порядок. Но долго это продолжаться не может. Всё приходит в упадок, всё разрушается. У администрации городского поселения Горки-Ленинские есть целевые программы развития коммунального хозяйства и благоустройства. Но реализовать их на данной территории будет возможно, только если объект будет передан в муниципальную собственность. Дмитрий Книгов, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.